Сегодня поступило такое неожиданное экстренное сообщение, на которое необходимо нам отреагировать с вами, если кто крещеный, я имею ввиду, и студентов наших. Это касается и крещеных зарубежных, и наших. Выдвинуто предложение со стороны РПЦ. Некоторые протоиереи Смирнов вместе с Жириновским, это понятно, тут объединение логичное, они предложили перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря. Но стиль останется старый, Григорианский календарь у нас. То есть мы сдвигаем Рождество Христово на 13 дней. Взад, как говорится. Какие последствия из этого? Когда Европа переходила на Григорианский календарь очень давно, первые, по-моему, я говорил, как-то в лекциях Испании, по-моему, было, первые в 1415 веке чуть не перешли на Григорианский календарь. Ну и вся Европа постепенно, она перешла и у нас, а у нас в России на Григорианский мы перешли только после Октябрьской революции. То есть опять мы подравнялись под Запад. Ну, тем самым, значит, раз календарь мы сдвинули на 13 дней вперёд, поскольку, естественно, то за какие-то года там земля, вращение земли уменьшается и накапливается за много столетий, там вот в этом веке, в прошлом веке, в 20-м и вот в начале, на 13 дней взлишка произошла. Но при этом мы празднуем-то всё равно, как бы, седьмого Рождества, а девятнадцатого Крещения празднуем. Но здесь вот один такой момент есть, потому что вот что касается у нас некоторых, это протоиреи, прости, Господи, протоиреи эти, они, видимо, очень мало просекают в этой религии. Всякая сдвижка времени, вот здесь есть один вот Пахомов, он говорит, что единственное, что все цари, когда они вставали на царство со времён Древнего Египта, они говорили, что вот не трогайте календарь, не трогайте, нельзя сдвигать календарь, потому что в календаре заложена очень большая информация для жителей земли со стороны более высшего разума. И вот здесь посмотрите Пахомов ролики, он как раз расшифровал код календаря. Я сошлюсь, конечно, для того, кто не сможет найти вот этот ролик Пахомова, сошлюсь. И вот со всеми вытекающими, это первое соображение, то есть календарь трогать нельзя, где-то надо прийти к общему знаменателю. А как прийти? Какой календарь верный? То, что процесс замедления вращения земли идёт, это мы знаем. То есть сутки увеличиваются, и за счёт вращения земли вокруг Солнца, значит, тоже девиация имеется. Вот таким образом. А с другой стороны, какой критерий у нас, чтобы делать календарь правильный? Вот мы берём Пахомовский вариант, там старый календарь, он берёт, кстати, Григорианский календарь. Критерий у нас один. Ведь мы знаем, что после Рождества идёт Крещение. Если Рождество 7-го, то 19-го Крещение. А 18-го, это по новому стилю я имею в виду, по Григорианскому. А 18-го Богоявления, а 19-го Крещение. Все вот в прорубь-то бросаемся иногда с дуру-то. Ну вот, а здесь какой критерий? Святая вода. Когда она у нас появляется? Вот мой опыт, какой есть со святой водой. У меня сейчас вот стоит 3 дистилитровые банки этой воды ещё с прошлого года крещенской. Она идёт, святая эта вода. Как раз с Крещения она идёт, с Богоявления, ну с Крещения именно с 19-го. И до 25-го января по Григорианскому календарю. Теперь, если мы на 25-е, то есть сейчас вот 25-го будем отмечать, то уже святой воды-то мы не получим. Правильно? То есть святую воду можно будет набирать позже. Опять же с 19-го января. То есть между Крещением 25-го и 19-го пройдёт уже почти целый месяц, 24 дня. Вот этот вот критерий. Пусть они попробуют это, протеерия, значит, вместе с Жириновским, который у нас очень умный, такой пророк, предсказатель, предсказатель того, что уже произошло, что в планах, протоколах сионистских мудрецов написано. Это предсказатель очень легко. Берёшь эти протоколы, и там всё написано, как события должны развиваться. Вот он их прям читает, и он прям предсказатель такой. А это известно всё с позапрошлого века, со дня первого еврейского сионистского конгресса. Вот таким образом. Ну вот, то есть мы сведём всё вот к этому, к западному этому голубому празднованию 25-го. И святую воду тогда будем с 19-го всё равно получать. Уже тогда праздника никакого, без праздника будем получать. Потому что природа так устроена, что именно вот на том отрезке, где мы сейчас разговариваем с вами, именно с 19-го по 25-й. Вот этот отрезок, буквально одна там неделя идёт, вот это только святая вода. С 25-го, с 26-го она уже кончается святая. То есть, если её зальёшь в эту банку, она вся позеленеет. Мало того, меня тут один товарищ говорит, что как же ты дома набираешь эту святую воду-то? Мы же ходим в церковь, там в Богоявление, потом в Крещение приходим, набираем эту воду, и я на это святая. Он меня сбил, это спонталыку, я взял эту трёхлитровую банку и попёрся в эту влавру, набирать этой воды. Там мне вот этим черпаком, вот там зачерпнули этой воды в трапезной, и я трёхлитровую банку принёс. Такая, это у меня там вода, она месяц не продержала, она вся позеленела, я её вылил. Какой там она? И я пришёл, ведь это было Крещение. Ну, теперь я уже сколько лет уже, десятки лет уже набираю прямо из... Она идёт, вся вода с 19 по 25, она святая, даже снег святой. Снег даже вот этот святой, который его запасает этот снег. А потом сгребает на участке именно в этот период, и когда весной он тает, участок очищается от всякой нечистоты, и урожай становится больше. Вот это вот такой мой критерий, который из практики вытекает. А как там будет? Вот мы отметим 25-го, сейчас вот сколько, сегодня у нас какой-то, 15-е, 10 дней осталось, правда? Вот отметим, посмотрим, когда тогда пойдёт... Значит, мы Крещение 7-го должны января отмечать. То есть, будет ли вот это 7-го числа к нам вода тоже святая, пойдёт ли она святая, и до 14-го, до 14 января, то есть фактически до того момента, до Крещения настоящего, когда вот она действительно святая идёт. Мало того, что я вам открою ещё один секрет, что у меня в бутылках стоит, и это такая же, которую я опять же набрал просто из-под крана. Вот это же в Крещении. В сарайке стоит в погребе, в бутылках такая вода. Ей же в этой воде, я, может, и согрешаю, надо её в огород снести, на картошку, полить картошку, но она до сих пор стоит, и ничего не делается. То есть, это действительно вода святая. Она взята именно с 19-го по 25-й. И это я уже делаю очень много лет. А если мы сдвинем, значит, мы должны всё равно, вода-то будет святая именно с 19-го по 25-е. Вот в этот период. А те, которые придут в лавру, они не получат это, или в церковь там будут набирать из этой бандита. Это уже, это будет не святая, пользоваться от ней не будет. И, видимо, вот пророчества-то они правильно говорят, что вот в последние времена только единицы из священства, они спасутся. Они будут в основном чушь говорить и огораживать всякое колесице. Это протоиереи. Я всё время путаю, как их произносить. То есть, ни от какого отношения вот это переноса вот этих мы смаковали со временем, там час назад, час вперёд. Этого делать нельзя. Потому что время всё равно никто не знает. И мы должны, немножко у нас тут есть лекции теории времени и уравнения времени. Вы посмотрите, там много есть интересных фактов житейских насчёт времени, насчёт отношения к машине времени и другим вопросам. Чисто технические, теоретические вопросы и практические. Поэтому время трогать нельзя. А какой критерий у нас вот этой святости? Только святость живой воды, вот этой святой воды. Ну, конечно, если мы, допустим, в 27-м там сделаем эти бадейки серебряные, серебра туда, в катаймартути, то у нас она долго тоже будет храниться. Но это будет уже как... Это мы можем такую воду всегда сделать, она называется серебряная вода. Она свойствами обладает, конечно, но только бактерицидными. От таких чудес стать неюждать нельзя, как вот от святой воды бывают чудеса. Вот такое мое соображение. Это вот на очередной, как говорится, это высер вот этой вот, представь, протоиереев этих, и вместе с ихними... Вторая сапога у них Жириновский. Второй сапог пары. Два сапога сейчас вот эти отщепенцы, которые от себя тяну, Еретики, мы их называем еретики, после того, как вот они начали разные предложения экуменизмом заниматься, а тем более туда сейчас вообще получается, правда, что туда ходить бесполезно, потому что там ничего не получишь. и эти батюшки, они потеряли надежду нас исцелять, тем более уже не говоря там оживлять, это они не... они не могут... Они из-за тебя только могут помолиться, и все так вот. Помолятся за тебя, помолятся, молитву почитают, и то есть это там отстегнешь им немножко, там сколько там положено. Вот такие товарно-денежные отношения. И соображения-то какие объединения? Опять же, это экуменический посыл, объединить вместе, как говорится, скрестить вот это голубое, голубое с зеленым тельцом. То есть это будет голубизна, зеленоватая голубизна, как сине-зеленые водоросли первобытные. Вот такая будет единая она, мировая христианская религия, ну, попытка такая вот объединения. Но их сект очень много, ересей очень много в православии, поэтому вот критерием, вот это вот, я говорю, это чисто, можно даже сказать, экспериментальный критерий, является святая живая вода. Ну, конечно, если там мухляжа не будет, вот это с серебром, там добавлено серебра. Вот это моё сообщение было. То есть я лично вот категорически против, потому что надо привязываться к крещению, к нормальному, когда мы можем, когда она вода святая идёт не только в чане, в церкви, в серебряном чане, но и в любом проруби, там она же святая, и снег, если святой, да. Вот тогда можно в проруби купаться. А если мы седьмого ломанёмся в прорубь, но толку от этого, конечно, будет мало, я думаю. Только можно почки посадить. То есть надпочечники это называется. То есть чем моржи-то у нас будут страдать из-за этих вопросов. То есть здесь есть и серьёзные предупреждения со стороны здоровья. То есть если вы вот будете в прорубь, в косо отстой, это только 19-го числа. Но не только 19-го, с 19-го по 25-й, там вот где вот этот узкий промежуток в году, где вот идёт такой поток космический из центра галактики, он на всю галактику идёт, целительное такое дело-то, распространяется. Именно вот этот период временной. Всего вам доброго, здоровья, успехов и найти успехов в поиске истины.